Самые, я думаю, начитанные, знающие спросят, а как же Тула? Да? Ну, с Тулой очень сложно. Начнем с того, что Тула и ряд, небольшой ряд других городов упоминается в единственной летописи, так называемой Никоновской летопись. Летопись довольно поздняя, это сборник разнородной информации, то есть разных списков летописей других, и какие-то, ну, есть мнение, что существовало какое-то некоторое рязанское летописание, которое частично попало в Никоновскую летопись, или она, Никоновская летопись, правилась определенным образом в пользу рязанских земель, рязанских, ну, было мнение, что рязанских князей, но Никоновская летопись писалась где-то в 1526-1530 годах, где-то в это время, когда Рязани уже была московской, и последний рязанский князь в это время был в Литве, бежав из Москвы. Вот. Существует мнение, что она писалась, ну, и правилась в пользу рязанской епархии, то есть вся эта, какие-то вот рязанские, ну, свидетельства о принадлежности к Рязани, либо вписывались, либо правились составителями, ну, для, ну, понятно, рязанская епархия спорила с Коломенской епархией, и надо уделить деньги, отношения и все такое прочее, власть, в конце концов. Ну, и, значит, поверьте, Никоновской летописи. Сейчас. Значит, из Козейска, как прежде, пошел Дедославль, Дедославль. А из Дедославля пошел в Рязань, через Ценск, обратите внимание, в Тулу. Ну, это если следовать, ну, как бы, тому, как написано, в порядке написанном в летописи. Тулу, затем Дубок-на-Дону. Дубок-на-Дону, Дону, сейчас некоторыми исследователями ассоциируется с городищем Устья, на нынешнем Каликовом поле, на реке Таболе, вблизи ее впадения в Дон. Но раньше существовала локализация Дубка где-то здесь вообще, то есть еще южнее. Ну, из этого Дубка пошел Елец. Вот, где-то здесь Елец. Ну, Елец, ну, так же, как Дубок и Тула, в общем-то, они больше известны с 14-го века. Ну, 14-15-го. Из Ельца двинулся в Пронск, из Пронска в Рязань, из Рязани вдоль Аки к городу Осетру, который сейчас ассоциирует с Зарайском. Ну, это местные краеведы, поскольку существует исследование, Владимир Андреевич Кучкин доказал, что Зарайск не мог быть городом Осетру, так называемый. То есть, здесь явная ошибка в летописи, как реку обозвали городом. И вообще, ошибки подобного урона в Никоновской летописи не единичные, то есть, там называются не область Голеди или Вятичи, а город Голеди, Вятичи. Ну, это явная ошибка. Ну, и описка, связанная, видимо, с поздним вариантом этой вставки в текст. не знанием особенностей того периода, тех территорий, а вот о которых писали. Значит, далее, далее, я не стал, потому что, очень устал, раз это, я просто зачту. Значит, из города Осетра, ну, это я просто по летописи пошел на усть Поротовы в город Любимец, Любимец Амосов, Любенец, вернее, Амосов, сюда Юрий Долгорукий, ну, в ранних версиях, вернее, в версиях других летописей, сюда Юрий Долгорукий прислал тысячу воинов, в Никоновской летописи написано 14 тысяч воинов. На самом деле, это грандиозная сила, тем более, для 12 века. Далее, собрался идти к Колотску, то есть к Колотиску. Затем взял город Голиди, да, вернулся в Рязань, обратите внимание, то есть Голидь, сейчас, да, это где-то здесь вот, область локализуется обычно, вернулся в Рязань, пошел в Тишилов, Тишилов, это вот городок, известный в 14-14 по-моему, века, ну, в общем, вот где-то здесь, между Лопасной и Лобынском, это южнее Серпухова, на нашем берегу Аки, а, да, можно, нет, вот, вот, вот он, Тишилов, действительно, там существует, вернее, существовал, разрушено уже немного городище, так, Тишилов, и потом уже в Неринск, ну, а далее, там, перечисляется с ошибками разные города, в том числе город Вятичи, как сами вы могли видеть, подобное метание, ой, нету, да, опять, подобное метание совершенно не нелогичное, вспомним вот эту залезенную область, здесь степь, значит, Елес находится глубоко в степи, это вот южнее Ефремова, восточнее, лесостепь идет, вот Михайлов только в лесостепной зоне, ахунтир, ну, это, это во-первых, во-вторых, в то время рязанцы, рязанские князья были союзниками черниговских Давыдовичей, врагов Святослава Ольговича, и врагами Юрия Долгорукова, с которым Святослав Ольгович Союзнича. То есть, идти в Рязань, конкретно в Рязань, в самый центр, и вообще по рязанским окраинам ходить, это в логово врага, на самом деле, ну, совершенно, наверное, невозможная ситуация, в тот момент, когда за ним и так гонятся, а еще пойти самому и сдаться, в общем-то, берите, вот он я, такой есть. Ну, существует еще много разных текстовых всевозможных вещей, просто я уже не буду на этом останавливаться, останавливаюсь на другом. Ну, в общем, то есть, понимаете, что вот эти вставки, Тулы, Прованская, Тишилова и так далее в Никоновской летописи, они, скорее всего, сделаны позже, сильно позже создания летописи изначальной и отражают ситуацию ну, 16-го, 15-го, может быть, 14-го века и, в принципе, города вот эти, они, ну, кроме Промска и Рязани, они известны в основном с 14-го века. Ну, как города. Но существует еще один вопрос. Откуда возникла возникла вот эта дата 1146-й год? Потому что, как мы видели, до января 1147-го года Святослав Ольгович находился где-то вне пределов Землевятичей и даже еще и вот 16-го января, это первая такая дата, которая нам дает конкретно просто отсчет, он еще был в районе Карачева, это гораздо южнее Землевятичей. Я могу вернуться опять, чтобы было понятно, вот Карачев, вот где-то в этом районе он разбил своих врагов. И после этого совершить вот этот вот да, совершить это, я уже сказал, невозможно до 4-го апреля, наверное, просто рейд, ну, постепенно верно конница смогла бы может быть такие рейды устраивать, но они по лесным местам, тем более зимой. Ну, вот, появилась дата, все начинается в 1147 году и все города, которые, ну, даже пусть если даже считать свидетельство Никоновской летописи достоверным, все равно они относятся к 1147 году, потому что ну, в хронологии, древнерусской хронологии, там существовало несколько стилей, несколько как это сказать, правил отсчета лет. Значит, византийский стиль, который впоследствии установился и на Руси где-то с 14-15 века сентябрьский, то есть с 1 сентября начинался отсчет лет. В то время, в 12 веке, ну, существует исследование, если кому интересно, можете посмотреть, по хронологии русских летописей, ученый Бережков сделал, ну, хорошее очень исследование, наблюдение, и они не устаревают до сих пор. Вот, он определил, что год был в этих лет, в эти, в эти годы в летописях записан мартовский год, то есть через полгода после сентября, с 1 марта год начинался, после полусентября, ну, от византийского. И был еще такой стиль ультрамартовский. Это за полгода до вот этого сентября. То есть, например, ну, значит, в Никоновской, в том числе и в Никоновской летописи, значит, во всех летописях это все эти события относятся к 6654-му и 6655-му годам от Рождества и от Сотворения Мир. Соответственно, если этот 6655-й, он же соответствует 1147-го от Рождества Христова год, наступает 1 марта 1147-го года, то есть уже будем так экстраполировать. Соответственно, январь и февраль, которые остаются от 6654-го года, они уже относятся к 1147-му, 1147-му году, вот, а только до, ну, как к 1146-му году, месяца, и до декабря, ну, по декабре, до 1-го июняля. и вот, и вот, кто, ну, то есть в нашей везде, ну, я не знаю, прессе, во всей жизни, то есть, сколько уже, там, лет, ну, празднуем, соотнося, упоминание Тулы в 1146-м году, ну, вот, возникает вопрос, откуда произошла такая циферь, откуда такая путаница, вообще, кто это натворил, ну, есть, есть возможность, конечно, все это, все это скинуть на Татищева, знаменитого историографа, одного из первых, который, на самом деле, не очень аккуратно относился к летописям, ну, и вообще, некоторые его известия, ряд историков считает сочинениями, собственным сочинением, то есть, либо, либо, ну, а ряд остается при мнении, что он использовал какие-то неизвестные источники, какие-то летописи, откуда брал вот эти вещи, и, ну, в целом, у него, как бы, стройное изложение данных событий, ну, с какими-то приписками, с развернутыми плачами, мульбами, какими-то речами, то есть, возможно, действительно, это он сам сочинил, но, вот, про события в земле Вятичей, которые, как мы помним, происходили уже в 1147 году, он, ну, значит, события эти сопровождал надписью на полях 1146 год, вот, вот, может быть, то есть, он считал не как мартовский, как я объяснил, а именно, как и январский, обычный год наш, современный, то есть, 6655, значит, 1147 начался, 16654, значит, он полностью 1146 год, вот, ну, там, много он там еще напутал, на самом деле, он зачем-то отправлял за телом умершего князя Ивана Юрьевича, который, я рассказывал, ой, рассказывал, Колтинск, Колтинск, Колтинске умер, вот, Братьев его отправлял на Дон зачем-то, ну, возможно, либо негодное чтение, как-то неверно прочитал, что-то не учел, ну, в общем, много у него путаницы разные, но, но, он не знал сведений Никоновской летописи, и про то у него ни слова нет, то есть откуда тогда получается вопрос? Значит, был еще один историк, сейчас, как его, Иван Михайлович, кажется, Штриттер, его в начале 19-го его назвали Штриттер, Штриттер фамилия, значит, немец, ну, написал историю государства российского на, ну, в общем, где опирался на Никоновскую летопись. Там все, и Тулу, и все вот эти вот метания описаны все подробно, но там 1147 год. Вот, и потом его данные использовали и первый наш тульский краевед, ну, историограф Василий Левшин, он опирался именно на эту книгу с датой 1147 года. Самый знаменитый историограф Карамзин Николай Михайлович, он вообще не учитывал данные Никоновской летописи, он знал данные сведения Никоновской летописи, но писал, ну, основной текст он написал без учета этих сведений и дал эту приписку, эту вставку Никоновской летописи в примечаниях. То есть, как бы, я знаю об этом, но не верю. То есть, видимо, да, он относил появление Тула к более позднему периоду. Далее, если посмотреть, ну, как большинство тульских краеведов, историков, историографов, ну, разных путешественников, которые проезжали через Тулу, писали что-то о ней и публиковали, везде стоит 1147 год. Но единственное, что как бы, вот, Левшин написал, что, типа, если вот учитывать, что, ну, как Тула известна в 1147, как город, а Москва только строится вроде бы, то Тула старше Москвы. Вот единственное, насколько старше, непонятно. Вот, ну, и дата 1147 год продолжала упоминаться более ста лет, в начале 20-го века, и в 1948 году вышла небольшая книжечка, брошюрка, практически, Тула в серии «Сокровище русского зодчества». Там стоит 1147 год. Ну, это последний год, наверное, который я нашел, последнее издание, где упоминается. и далее сборник документов «Тульский край», сборник документов и материалов, изданный в 1966 году, в предисловии имеет дату, ну, правда, фразу, что дата основания Тулы 1146 год, подвергается критике историками, все. И после этого как бы завертелось, что называется. Далее, наверное, мы видим вот эту вакханалию с 1146 годом. Эта дата попадает в путеводитель, а, ну да, сборник документов редактировал Ашурков, Вадим Николаевич, известный тульский историк, потом он заредактировал путеводитель по Туле с большими историческими справками. Там тоже попадает эта дата, 1146 год. А далее, по-моему, в 1975 году выходит кривическое пособие знаменитых в свое время авторов Пеньков и Стекунов, где, да, уверенно пишется, что 1146 год, основание Тулы, мало того, там даже среди пословиц приводится такая, что маловато наш городок, но старше Москвы многодок. Вот. Таким образом получается, что данной фразой из мартовского стиля, в котором написаны все летописи, мы перестекаем в ультрамартовский, то есть за год до описанных событий. Вот появилась такая непонятная вещь. Ну, можно, конечно, предположить, что 1966 год, в 65 году Тула пролетела с гордым героем, ей не дали, как другим некоторым городам. в 66 году, ну, на основании, я не знаю, как, что, можно просто предположить, что на основании Татищева, тульской кривической литературы о том, что Тула старше Москвы, гораздо старше Москвы, чего-то еще, я не знаю, пришел заказ от первого секретаря обкома юнока, ну, такой могло быть заказ на изобретение даты. Может быть, конечно, это где-то проходило в прессе, где-то в других местных журналах, газетах. Вот единственное просто, что мне удалось найти, это сборник документов, где скромненько указана эта дата. Так что, таким вот образом мы, можно предполагать, что так вот обком КПСС исправил историю. Спасибо за внимание.